друзья мы сейчас поговорим о философии школы и я дам рекомендации это не реклама это рекомендации чтобы успешно изучать языки программирования да ребята я говорю языки ссылки которые о которых я буду говорить все есть в описании видео сначала главный посыл вот сейчас остановите видео разверните под видео еще и прочтите вот эту вот статью это другой стак сайт это язык программирования котлин значится либо ножа либо перейти на котли ну будет прямая ссылка быстрый старт исповедь программиста статья называется выбираем язык программирования на сто процентов правильно и читаете читайте статью я ее не писал для рекламы я писал именно для ребят школы школа полностью перешла на многопрофильный уровень подготовки подготовки современных программистов которые могут браться за любые продукты конечно вы вправе на данный момент спросить а смо сможет ли человек выучить столько материала конечно сможет ребят ну конечно не конечно расконечно все но я это начал понимать в принципе через восемь лет когда вас восемь лет занимался программированием все это связано с тем что на сайте котлин начал применять современные методики которым я сам и пришел обучение программирования но сейчас я себе добавлю ссылку чтобы вам все эти ссылки потом сбросить и так давайте по порядку мы должны ответить на вопрос чтобы человек смог сможет ли человек овладеть инструментом и какими инструментами надо овладеть современному программисту сначала давайте займемся тем что зададим себе вопросы что такое язык программирования это инструмент теперь я отвлекусь чтобы вы не теряли мысль и поясню как я строил школу вообще школа работы с 2013 года имеет определенное количество сайтов на всех сайтах кроме одного доступ пожизненный на одном сайте доступ на год так поехали и так моя цель действительно чтобы человек научился программировать я это могу сегодня говорить со всей ответственностью по одной простой причине что начали программировать уже сотни людей за эти годы были конечно разные случаи были уникальные случаи к уникальным случаям относятся например александр проценко ну вот я привожу этого человека просто у данного человека философия такая был да твой человек не боялся браться за все и смотря уроки на школу он сразу делал коммерческий сайт для медцентра но ребят не забывайте у него запрещаем был php то есть он где что-то надо было подмену добавить он применял уже так как знал жукерит уже java script то есть для новичка так быстро не получилось бы но были в практике и новички ну например александр рейс рейс который написал я сейчас прочту потому что навряд ли вы найдете просто я сам случайно нашел сейчас здравствуйте дорогие читатели хочу рассказать вам а но я ссылку дам прочитайте то есть смысл такой этот человек с нуля через месяц построил сайт но он занимался по 8 часов в день не у всех есть столько времени и не тех столько сил я говорю ребят занимайтесь спокойно по шагам своем ритме через год вы будете программировать это нормальный ритм я сейчас вот ссылку сохраню чем отличается школа от любых других ресурсов когда пожизненный доступ вот был были недавно два интересных случая сейчас я перейду к сути вопрос которого почему записано урок просто хочу пояснить вот пришел человек учиться год назад купил аккаунт а начал заниматься сейчас у него родился ребенок но не было времени но вот этими хороша школа был дмитрий забыл я фамилию значится тоже начал был год назад потом что забросил пришел сказал да зря оставил надо было и по-новому начал но вопрос в том что здесь всегда рады учись своем ритме ребят я же рекомендую не надо ничего забрасывать важно заниматься по чуть-чуть своем ритме быть постоянно в этой реке программирования тогда так как многие вещи проваливаются чуть попозже позже позже теперь давайте отвечать на тот вопрос который важен и так язык программирования это инструмент значит конечно вполне нормально когда вы зададите вопрос так как я предлагаю несколько языков изучать и я объясню почему это возможно чуть позже а сейчас скажу да язык программирования это инструмент и им необходимо овладеть овладеть им можно практически значится вот школа спб настроилась по классическому принципу я стараюсь давать скидки часто ну не то часто то не часто как и здесь человек получает пожизненный доступ в том числе в подарок получает к сайтам python с нуля то есть уровень знаний может быть нулевой и человек будет программировать но сам по себе python дается в классическом варианте классическом варианте то есть изучение списков словарей но дается таким образом что понимают дети шести лет это уже мне не раз писали родители покупают но занимается ребенок потому что там объяснял очень 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 подробно далее ребят я вам говорю такую вещь самое важное это веб я сейчас не говорю о веб как рассмотреть как веб-сайт просто я просматриваем до курсы до и люди там курсы вот устроить на работу я приведу пример не переоценивайте свои силы надо поработать сегодня любое приложение будь то мобильное приложение будь то сайт будь программа должна уметь обмениваться сервером это норма вот есть один я не буду называть имя человек школе высокий профессионал линукс может автоматизировать все что угодно дальше знает джава пишет приложение пришел правда дело в другой стране но это не так важно пришел говорят да надо сервисная часть а сейчас учит ну 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 не любил чего не любит человек в да поэтому а я говорю ребята веб это основа и самый простой способ изучить веб это изучить джанго да джанго это не весь веб но джанго вложены вы научитесь так как джанго делает практически все за вас вы научитесь работать сервером а дальше все по принципу просто потому что все равно такие вещи как пост гет запросы которые существуют в любом деле будь то программа мобильное приложение это надо научиться понимать и само просто это джанго теперь очень важный вопрос я недавно показывал сейчас секундочку я дал статью как правильно изучать джанго в школе джанго версии начиная с 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2 то есть по порядку но смотрите просто иногда люди недопонимают например версия 1.6 важно посмотреть на что такое контекст если вы думаете что контекст то есть извлечение данных в два отличается или шаблоны их может быть больше чуть-чуть но смысл один и тот же остался поэтому просмотрели уроки и к чему это говорю чтобы вы поняли ключевую мысль вот смотрите когда я давал код я тоже все не запоминаю я просто научился ориентироваться вот сейчас я вам покажу живой пример да вот я ребятам показывал в джанго 2 то есть перенаправление да при помощи средств джанго реверслейт так вот я написал сначала путь с старый как был в 1.8 а по чарам меня поправило и я автоматом вывел правильный путь куда перенесли библиотеку в джанго потому что сами названия джанго оставляет иногда где-то переносит но если вы понимаете и знаете что такое допустим реверс вот латсу да то есть что это редирект то вам не важна версия джанго а в школе дано очень много материалов и она обязательно по чарам вам поправит то есть средства здесь не важны далее например при изучении уроки 1.7 1.8 джанго движется очень быстро но нутро джанго оно одинаковое да некоторые библиотеки иногда переносятся вообще чтобы вы понимали как развивается джанго вот смотрите до версии 1.5 1.7 джанго развивалась по соображениям разработчиков то есть развивалась так как был сделан первый сайт новостной требования безопасности и они развивали таким способом начиная с версии 1.7 как начали развивать выросло сообщество выросло много библиотек например до версии 1.7 джанго только создавала таблицу но не умела удалять появился человек который сделал библиотеку удаления таблиц взяли эту библиотеку и присоединили к джанго из версии 1.7 1.7 все пакеты которые появляются они разработаны допустим на сегодняшний день я пишу вот на сегодняшний но мне нравится 1.8 хотя рассказываю о 2 но мне нравится 1.8 но весь функционал в 1.8 у меня как в двойке просто установлен при помощи пакетов поэтому разницы нет было бы привычка а бежать за версиями нет смысла потому что в первую очередь в джанго надо писать на лтс версиях лтс от обычной версии допустим отличается чем что в лтс ничего не добавляют а допиливают версию в течение там нескольких лет до совершенства вы можете прицепить любую библиотеку и писать на любой версии например ну я сейчас не буду я просто хочу чтобы вы понимали поэтому суть надо изучать уроки подряд подряд и тогда вы наберете хороший материал меняется в джанго только файл настроек как правило и допустим в 2 пришли к тому что было в версии 1 когда-то да они тоже экспериментируют и я допустим открываю файл настроек и мне понятно какая передо мной версия это я рассказал под джанго да то есть только последнюю версию изучать нельзя надо научиться переписывать и использовать любой весь код который накоплен допустим сейчас появилась версия джанго 2 отличается она только тем практически что основное отличие что у ней в ней убирают python 2 остается python 3 и там поменялись только url ну ладно об этом чуть позже поехали дальше говорить о том о чем я хотел следующий момент востребованные направления это веб и мобильные направления я не беру именно направление обычных программ можно писать на python можно писать на kotlin на чем угодно то есть я беру направление веб и беру мобильные направления при этом я говорю что мобильные направления важно понимать серверную часть веб важно поменять понимать серверную часть это начало работы теперь по методикам например когда вы прочтете статью моей рекомендации исповедь программиста вы поймете что здесь используется на kotlin совершенно другой алгоритм и догадаться в этом не сложно раньше я не отдавал себе отчета поэтому шел больше по шагам классически возможно важно на этом сайте используется технология обучения которая дает возможность не делать разрывы между изучением и написанием а сразу начать писать код в чем она заключается сейчас я поясню заключается она в следующем значит если вы обратите внимание то на сайте kotlin вот когда идут курсы идет объявление переменных работа с переменными а потом бац и сразу функции новичок ахнет да вроде бы но на самом деле есть ребята в школе и я вижу что они справляются им интересно они творят они творят и творят действительно этот сайт также я дополняю документации очень подробный это не то слово документация я составляю для себя очень подробный как бы план урока который дам я беру его отовсюду то есть я уже для себя так как знаю уже не один язык соображаю чтобы дать почему вот именно такой расклад а все очень просто смотрите и это ребята уже увиделись в первых шагов когда мы взяли переменные и взяли функции функции допустим здесь в котлен это основа и начинаем дальше разбирать язык в пределах функций мы нарабатываем написание функций рабочей лошадки мы в функциях уже допустим дальше в пределах функций рассматриваем числа то есть это то что уже рабочий код называется потом я сразу ребятам показал бац написали первое приложение и в тот же день на следующий уже появились ребята которые запустили это приложение на телефоне обрадовались да это работает но мы написали на функциях если бы мы топтались на типах данных то не было понятно а так получается мы сразу применили наш код в android studio дальше ребята я сразу дал допустим первый урок блокчейн где показал что классы то есть обучающийся для себя делает вывод я должен сделать упор на функции и на классы в итоге получается что нарабатывая функции и изучая язык в пределах функции мы готовим себя к легкому переходу в классах при этом сразу же мы пишем код в android studio вот здесь вот здесь очень важно дать еще направление язык язык какой нужен я сегодня отвечу очень просто нужен язык на котором вы реально будете писать реально на python вы сейчас видите сайты то есть на jango вы будете писать на python можете делать программы также это этот сайт также android studio мобильные приложения вы сразу будете писать вы можете задать вопрос жизнь языка котлин молодой язык но при этом очень высоко уже поднялся а сколько он будет жить ребят ну это я отвечаю словами google и словами профессионалов jet bryans языки те долго живут которые привязаны к платформе котлин стал официальным языком официальным языком платформы android то есть это значит что он будет жить долго и успешно все языки которые привязаны к платформам это например java как сама платформа и языки привязаны к ней они тоже долго живут но если надо было изучать java и python я бы навряд ли на это согласился потому что java выучить не так-то просто но возможно и на это есть одна хитрость именно когда появился котлин котлин это тот же java только короткий грубо говоря котлин мне напоминает в чем-то python только язык со статической типизации в чем python python то что он короткий там убрано все лишнее то есть вот это одна строка на котлин слева тоже на java просто котлин все что на java программист пишет вручную котлин это делает автоматом теперь остался вопрос комплексная подготовка комплексная особенно новички вот этого вот не понимают они говорят я выучил python и все не получится по одной простой причине надо исходить из нескольких вещей первая вещь это то что всплывает ну например когда вы начинаете разрабатывать приложение на сайт на java тоже по минимуму да то на самом деле всплывает намного больше и вот мы сейчас посмотрим например я начал показывать как писать социальные сети на jango расписал пару входа и смотрим что здесь используется python 3 jango reddit java javascript ajax jukeri html css bootstrap то есть вылазит довольно много библиотек а например javascript как бы любим мы его не любим но он одинаково работает и с python и с kotlin то есть это те вещи которые в принципе работы одинаково я дал начальный курс чтобы понимать и здесь дал в рекомендациях так вот если надо было изучать два языка с динамической типизацией там можно было бы перепутать но так как python язык лаконичный и вот хочу чтобы меня услышали python обязан знать каждый человек просто-напросто это палочка выручалочка на все случаи жизни или уточню почти на все второе вторая вещь kotlin то есть python у нас язык динамической типизации kotlin язык со статической типизацией когда вы будете просматривать первые уроки быстрый старт kotlin я там объясняю разницу python kotlin то есть вы быстро поймете так вот представьте себе носорога самолет это разные вещи перепутать что-то сложно новичок если вы новичок вы все равно вкладываете время вкладывайте его разумно когда вы изучаете два языка у вас начинает естественным образом работать мозг мозг работает на отличие вспомните мы заходим в квартиру да тепло но как мы что мы делаем мы трогаем батарею потому что батарея это датчик теплое да тепло так вот я вам скажу из личного опыта из наблюдения за ребятами при изучении двух языков python и kotlin ребята начали лучше понимать python в kotlin они начали работать с типами данных да в python немножко другие но типы данных есть у всех языках и ребята начали намного глубже понимать второй момент языки разные изучать их просто потому что запутаться невозможно вы проходите и при этом вы себя готовите разностороннего программиста вы получаете беспроигрышный вариант то есть направление верное когда вы изучаете python вы получаете доступ к массе возможностей ну например при помощи python возьмем можно сделать веб-сайт взять фрейворк взять другую библиотеку игру программу но допустим если взять саму морду веб-приложения то конечно лучше писать было бы на java на java писать сложно на kotlin это тот же java писать классно допустим instagram серверная часть написана на jango это python морда на java при этом отлично все работает у вас появляется выбор ребята вы можете написать серверную часть на jango добавив rest api связать его вы можете написать на kotlin при этом почему я выбрал kotlin я очень долго над этим думал потому что мне всегда было понимание что к java надо было подойти надо было подойти и вот когда вы поймете вот эту стилистику языка на kotlin вы начнете переносить на python и начнете обращать внимание я допустим здесь начал очень четко обращать внимание на функции и ребята начали уже по-другому относиться к функциям в python когда мы зайдем в кабинет да то кроме уроков давайте зайдем в группу здесь домашние задания даются не повторение там чего-то а то что расширяет то есть я ребят веду к тому чтобы мягко они начинали понимать в java при помощи очень простых домашних заданий так очень красивый язык и и ребята начали очень интересно выкапывать выкапывать и числа и типы и я их веду к тому что понимание java то есть собирается такая вот мощная стрела вперед python kotlin java и мы перекрываем весь век спектр весь спектр на этих трех языках можно писать вообще все что угодно любые самые сложные вещи но важно ребята делать это с первых дней я этот момент упустил с первых дней я действительно занялся только python вам рекомендую поступать иным образом потому что сегодня есть опыт когда другие языки изучайте комплексно готовьте из себя комплексного программиста придет время вариант а вы разобрались нашли работу нашли работу да и вам надо например там бигдата не проблема здесь основное будет у вас python и его 400 библиотек плюс анаконда но когда понадобится написать мобильное приложение вы четко сориентируетесь напишите на kotlin дальше у вас будет выбор либо серверную часть написать на джанго либо на kotlin либо вообще на какой-то другой библиотеке java и вы легко подберете в зависимости от направления ребят это очень круто поэтому я надеюсь что вы меня услышали все что я хотел сказать я сказал спасибо за доверие школа построена уже сегодня с 2018 года таким образом чтобы комплексно готовить программиста многопрофильного но с учетом что инструмент должен быть изучен что инструмент должен расширяться в нужном современном направлении чтобы обязательно учитывалась серверная часть а я сказал что джанго это самое простое понимание как подобраться себя подвести к пониманию серверной части и чтобы язык захватывал ближайшее будущее и для этого я вам немножко скажу котлин я взял для того чтобы перекрыть блокчейн если вы почитаете весь сайт быстрый стар по блокчейн то вы отлично каждый из вас знает что блокчейн сегодня сравнивают вообще с открытием интернета ничего до этого не сравнивали это мощная технология блокчейн то есть распределенную базу данных можно писать на котлин на джава на пайтон на разных языках но нам надо очень быстрая работа и для того чтобы я вам предлагаю именно с блокчейн начать работать в мобильном направлении изучив джанго у вас он и так будет в кармане обычный веб а нам надо перекрыть именно мобильное направление так вот надо чтобы это было правильно в данном случае я почему такую методику применил я сказал ребятам ребят вот эта мощная методика я ее испробовал за 4 месяца у меня получилось все сделать и после этого я уже приступил к школе так вот котлин нам дает полностью пьедестал андроид студио которая является официальной средой разработки абсолютно бесплатной в которой включен котлин за нас делает все визуально значит мы можем сосредоточиться только на самом приложении и на самой технологии блокчейн а блокчейн вот здесь не все так просто на пайтон вы конечно можете писать но я говорю что ребят надо расширять пока есть инструменты эфириума да от Виталика Батурина пока вы не поймете как писать значит нам все таки придется на на языке солидность писать а он похожий на javascript потом как я говорю мы сразу все это перепишем на котлин перепишем на пайтон ребят готовьте из себя многопрофильного программиста который будет востребован ближайшие 20 лет это важно услышали хорошо не услышали ну набьете шишки придете к этому спасибо за доверие кто начал с этого только сайта знаете ссылки искать в описании видео 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 Продолжение следует...